всем привет всем здравствуйте сегодня у нас очень интересный эфир спасибо нашим и самым менеджером которые не дают мне заскучать сегодня тему мне поставили абстракцию абстракция это такая всегда очень скользкая тема для ногтей потому что большинство мастеров маникюра если нет художественного образования там даже просто художественной школы очень сложно увидеть вот эту компоновку как ее разбросать на 5 ногтей на 10 но сейчас тренд если мы берем в рамках абстракции это если мы ее делаем то мы и делаем на все 10 пальцев например да ну не обязательно все таки если там во времени ограничены это ручная работа там делайте столько сколько вы считаете нужно но если брать с точки зрения трендов композицию абстрактную в этом случае длина должна быть не вот такая большая длина должна быть максимально короткая знаете вот короткий квадрат и абстракция разная ну в одной цветовой гамме но разная по компонуйте абсолютно на все 10 пальцев даже можно сделать и вот когда образование нет ну как бы очень сложно увидеть а как вот здесь а как вот здесь я вообще покажу очень классный инструмент благодаря которому вы сможете заниматься таким творчеством конечно чтобы клиенту продать какую-то идею о том что нужно делать какие-то демонстрационные материалы это могут быть какие-то рамки для фотографии это могут быть какие-то просто подставки планшеты куда вы на жвачку будете приклеивать типсы да например один месяц вот клиенту продаете говорите слушай вот так кайфово мне так нравится не хочешь попробовать женщина покупает глазами зачастую просто мало показать ей фотографию вот она когда живьем видит лучше знаете желание возникает хочу для мастеров маникюра кто творческие для вас вообще вот этот элемент творчества в профессии очень важен мы по разным причинам заходим в эту профессию кто-то например фанатеет именно то что процессе гигиенической процедуры там это маникюр педикюр коррекция наращивание присутствует в конце декоративное покрытие вот этого кайфуйте и вам поэтому нравится вообще в принципе весь процесс от начала до конца даже если например процесс маникюра и коррекции вам не интересен но ради того что в конце вы будете делать декоративное покрытие вы в принципе терпите вот это то что скучно и неинтересно кто-то заходит например ну подологи они просто кайфуют от того что они спасают каждый день ноги клиента спасает чуть ли не жизнь благодаря этому потому что действительно есть люди сталкиваются по жизни живут с такими проблемами которые обычные врачи решить не могут для них решение единственное вырвать ногти пойди вырви будет тебе счастье вот мастера педикюра подологи не просто спасает жизнь человека вы например сосредотачиваете фокус на это да и вам поэтому не скучно вас это дровит решать такие сложные задачи проблемы когда к вам приходят грубо говоря с ужасом а потом через несколько месяцев у клиента просто картинка такая красивая все здорово и красиво троши опять и вот таких вот много триггеров которые нас удерживают в этой профессии и помогают не выгорать понимаете не выгорать потому что выгорание как правило почему приходит депрессия почему приходит потому что мы делаем когда одно и то же скучно вот это скучно 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 в какой-то момент становится лень начинается прокрастинация не хочется идти на работу ничего не хочется делать потому что ничто не зажигает не триггерет ничего понимаете и конечно же я так как мастер маникюра который зашел в эту профессию за дизайна ногтей потому что если там я не увидела вот этот элемент творчества я мастером маникюра поверьте мне никогда в жизни не стал что я как не любила делать маникюр я его не любила делать я как коррекцию не любила делать я и только не любила делать но благодаря тому что в конце всегда шло декоративное покрытие а у меня клиенты обслуживались исключительно с дизайном я так и говорила барышня была немножко такая наглость второе счастье всегда говорил слушайте если французский маникюр однотонное покрытие у нас там вот целый вагон девочек я же в салоне работала они сделают вам прекрасно однотонное покрытие я говорю ко мне вот ради покрытия нет смысла приходить вот и у меня в итоге всегда это было практически 100 процентов декоративное покрытие в конце и поэтому я кстати маникюр и коррекцию делала настолько быстро только чтобы больше времени высвободить на дизайн я помню я умудрялась коррекцию делать за 40 минут и почему какую-то сложную коррекцию вот и чтобы я могла нормально 40 час полтора дизайн делать чтобы потом сделать фотографию в конце распечатать сейчас уж конечно этого не делать сейчас в социальной сети выложить ленту а тогда я помню распечатывала все это у меня альбомы были прям коллекционировала эти фотографии ногтей у меня просто этого меня аж прямо зайти на три сучки было как мне все это нравилось поэтому сегодня у нас с вами максимально творческий эфир сегодня вам предлагаю попробовать делать дизайны в стиле абстракции вот но опять же чтобы это все продать клиенту нужно сделать заранее типсы в нужной гамме цветовой нужной компоновки приклеить это куда-то красиво чтоб она как демонстрация была возле клиента почему абстракция сложность потому что вот посидели бы в пинтересте нашли красивую картинку ты смотришь а как это сделать на всех 10 пальцах непонятно я вам предлагаю классный инструмент вы берете обычная ксероксная бумага я даже не рисовала эти овальчики я взяла просто маникюрные ножницы и на глаз вырезала ну вырезала я под форму размер типсов своих гипотетических не хотите делать на такие типсы большие купите маленькие типсы чтобы они были в размер настоящей длины ногтей ваших клиентов да и вырежете окошки специально маленькие фотографии рекомендую не распечатывать большие вот максимум вот 10 на 15 больше вы не сможете охватить глазом компоновку будет очень сложно здесь вот смотрите можно сразу сделать 5 окошек и сразу такой двигаете смотрите уже видно как это будет разбросано закомпонована на 5 пальцев на 3 пальчика смотрите как удобно вам для этого не надо иметь семь пядей во лбу этот трафарет он за вас все сделает понятно почему сильно крупно не стоит распечатывать вот но если все-таки распечатали крупное и вы понимаете что не помещается дал как-то мало элементов попадает берите значит просто вырезаете большого окно и срисовывать из большого окна большого окна и я вот предложила такую композицию сегодня повторить и повторить именно от начала до конца и элементы и компоновку и цветовую гамму а второй вариант я такой вот распечатала в стиле а-ля кандинский вообще кстати для пинтереста как забивать абстракции чтобы найти будущие вдохновляющие компоновки забиваете либо живопись кандинского либо живи по живопись малевича и пинтерест начинает вам подкидывать а многое современных каких-то идей художников это вот не настоящий кандинский это кто-то вдохновлялся видимо кандинским вот хотя это не кандинский смотреть какая прикольная компоновка вот здесь я предлагаю повторить композицию вариант сам дизайна вот но цветовую гамму сделать самостоятельно ту которую мне захочется сделать сейчас давайте я вам покажу что вот в итоге у нас сегодня с вами получится этот вариант максимально близкий к оригиналу вот а здесь вариант который получился уже мы оттолкнулись от формы дизайна но дальше чуть-чуть дофантазировали уже самостоятельно и они разные по типу эти абстракции абсолютно кардинально разные как раз посмотрите какой вам вариант больше подходит зайдёте сами в пинтерест напечатайте себе таких картинок и посидите с вдохновением что-то поэкспериментируйте глядишь что-то клиентам начнет откликаться и вам будет интересно и клиентам не скучно и так что мы готовим ну первое когда заходит речь об абстракции я всегда обязательно у меня на всякий случай я кладу возле себя это текстур пэйнт эта краска без липкости текстурно но мелкого помола белая черная вот всегда на всякий случай а вдруг пригодится и вообще всем рекомендую эти четыре краски купить у них срок годности пусть и три года но хранятся они намного дольше никогда не знаешь когда они пригодятся и хили гель пэйнт это тоже без липкости фактурная окраска без липкости но крупного помола прям запомните хили это крупная текстур пэйнт это мелкая оба без липкости сто процентов пригодится дальше всегда на всякий случай если я работаю в стиле абстракция здесь потребность запрос от клиентов всегда под рукой должны лежать спайдер геля вот белого черного с головой хватит не нужно покупать 33 спайдер геля у нас есть кстати классный курс спайдер гель я там учу красить этот спайдер гель прекрасно можно обойтись без кучи этих спайдер геля поэтому нам достаточно иметь под рукой белый черный но сейчас уже понятно да по этой абстракции что мне нужен будет черный цвет спайдер гель до это нам пригодится что еще у меня всегда под рукой витражные гели в банках вот их шесть оттенков всего но их как правило достаточно сегодня нужно будет вот эти четыре цвета это принцесс принцесса какая-то там блю да это диплэк это вот этот коричневая не помню название тоже гель-лак в банке у многих кстати есть у кого-то еще во флаконах это потом по просьбе многих мастеров мы переделали перелили эти гель-лаки в банке pink пикок вот четыре оттенка ну понятно что черный обязательно гель-лак потому что например витражи витражами да вот эти гель-лаки я просто и за что люблю я могла бы взять синий гель-лак бирюзовый гель-лак я могла бы взять коричневый гель-лак я могла бы взять розовый гель-лак да но я упорно всегда беру именно с витражным эффектом потому что проще и красивее получаются быстрее колеры мне не надо разбавлять вот я всегда максимум разбавлю только черный для до витражного состояния и все так ну что смотрим на образец который нам нужно с вами повторить здесь видно что нам понадобится белый фон покрываем белым фоном жевачка жевачка в данном случае проще прям конкретно этот вот мы с вами больше стараться прямо скопировать что многим мастерам проще прям вообще копировать особенно что касается флористики ой абстракции с флористика все гораздо проще обстоит что там тычинка и тычинка цветочки лепесточки листики композиция там ну по центру вы расположите сбоку вправо влево вот ну там попроще можно додуматься как закомпоновать с абстракцией сложнее поэтому я вам рекомендую в такой технике работать когда мы используем с вами в такие окошки так сушим дальше берем палитру палитру и на палитру выкладываем все что нам сейчас пригодится так ну синий если мы на след посмотрим на такой больше через фиолетовый поэтому я сразу розовый сюда кладу чтобы такой синий фиолетовый получился и он темный поэтому обязательно понадобится черный гель-лак так вот намешали нужный колер похоже вроде похоже дальше коричневый вот он нам и в чистом виде пригодится и давайте чуть-чуть еще смешаем с черным гель-лаком все и всегда небольшая лужица текласа вот она небольшая лужица текласа потому что мы с ним будем разбавлять то что если посмотреть видите здесь есть прозрачные моменты вот здесь полупрозрачный коричневатый серый синий поэтому вот разбавим синий для состояния прозрачности да ну и черный разбавим все теперь чтобы было легче я смотрю на рисунок и сейчас предлагаю набросать контуры примерные любым цветом ну можно взять либо синий либо черный вот и не сушим очень важно не сушим ну проще всего взять что есть на палитре то и взять пошли так ну здесь вот примерный контур вот этого темного синего пятна здесь вот этот полупрозрачный здесь вот такие вот какие-то разводы будут синего здесь вот кусок этого серого коричневого все набросала смотрите и я не сушу все беру уже вот эту широкую кисть троечку км и пошли все делаем посмотрите я еще пока ничего не сушила прям по дисперсионной пленке есть такой несложный этот развод поглядываю на картинку и стараюсь примерно повторить прошли сделали теперь здесь у нас к синему приступаем видите у меня заодно этот подмалевок контур который я здесь себе набрасывал у меня смазался чуть-чуть уже исчез где-то он красиво смешивается прям чувствую чуть-чуть почернее хочется так опять возвращаемся к прозрачному кисточку вытираем здесь у нас вот такие прозрачные потеки я вам рисуем их видите этот контур который я тут в грубую набросала мне принципе вот исчезает я его убираю сделали что теперь коричневый давайте возьмем здесь вот прям по мокрому вот они друг с дружкой соединяются так спускаемся здесь видно что он переходит это пятно вот полупрозрачный такой коричнево-черный оттенок можно эти полосочки добавить которые там вижу вот как то так все набросали сушим сушим здесь с нуля вот так придумать композицию сложно согласитесь из головы выдавить сочетание цвета какие-то фактуры или пятна будут что это будет вот художник он когда из года в год рисует у него развивается насмотренность фантазия развивается вот а здесь я вам предлагаю вот такой очень простой легкий путь здравствуйте девочки только присоединился обязательно потом посмотрите начало в записи так здесь предлагаю еще чуть-чуть затемнить вот этот кусочек да как мы на картинке видим затемнить прям потом обязательно вот так просится сюда хили добавить какую-то такую фактурку но это уже будем делать после как раз вот эту черноту которую мы видим дальше ведь я уже экспериментирую дальше я уже там сейчас дофантазирую все сушим до суши так здесь хочется не вручную вот эти козебяки рисовать не знаю как это как их назвать да а взять что спайдер гель очень простой легкий инструмент очень удобно мы с вами берем и как получится не факт что как на картинке да такой момент случайности конечно же у нас присутствует и вот здесь вот как именно ориентируюсь на компоновку в зоне свободного края делала всю банку себя ну зато почти повторила как на картинке это конечно катя изговняла так и знала ну со спайдер гелем по-другому не бывает зато мне не надо мучиться париться все равно вот так вот рисовать не нарисуешь поэтому я всегда держу под рукой у меня если абстракция вот мне задачку доставят так абстракция все у меня обязательно спайдер гель матовая фольга спайдер гель сейчас вот хили появился и текстурная окраска вот я их обожаю тоже они у меня всегда под рукой стоят на всякий случай так все просушили ну и здесь как истинному эми мастеру что мне хочется а мне конечно же хочется шармикончики добавить вот я вам предлагаю добавить посмотреть на шармикон офигенный он этой осенью выходил я очень люблю когда дело до абстракции доходит это номер 235 номер 235 номер 235 запомнили вот мне кажется сейчас что-нибудь из этого нам здесь прям пригодится ну прям вот ну мелочь да у нас здесь этого нету а у кати будет со слайдер гелем так же как и со стемпингом всегда грязненько ну а что делать сюда мы сейчас да я еще хотелось в ней со стемпингом показать ну все нереально показать так ладно поэтому что мы делаем мы сейчас выровняем с вами поверхность текласа ну во первых чтобы шармикончик приклеить можно было потому что не приклеить по другому плюс я хочу все таки здесь вот этот элемент линия такая идет это только вручную рисовать вот и опять же чтобы ничего не мешало я выравниваю поверхность ну если рисовать какие-то линии конечно что это мы с вами возьмем эмпаста всегда под рукой белая черная эмпаста если у вас еще нет нашей эмпасты обязательно купите хотя бы белый черный цвет если понравится потом уже купите набор в наборе оттенки идут синий фиолетовый бордовый желтый зеленый коричневый вот они конечно по плотности чуть-чуть уступают но они такие же пастозные густые и без липкости так ну черненьким будем рисовать так а шармикончик что бы приклеить сейчас что-нибудь возьмем отсюда вот он классный ну тоже можно вот как я в предыдущем варианте кругляшочек брала очень нравится мне эти кругляшочки что ж я такая сегодня у меня сегодня трясучка девочки я взяла перед эфиром напилась кофе и у меня вот я даже чувствую даже шармикон не могу снять господи а мне еще рисовать сейчас с вами абстракцию с линиями так сейчас чтобы не испоганить что ты сегодня со мной короче вот прям в это место прям так и просится вот так хорошо все и я теперь беру м пасточку смотрю на рисуночек и стараюсь повторить ну как спайдер гелем вы эту линию вот так не повторите что здесь нужна конкретная такая линия опять же любую абстракцию вы можете допрочитать как вам нравится да вот я видите что-то добавила что-то конкретно сижу копирую ну нравится мне эта жирная линия здесь она классно сюда вписывает вот что осталось вот пришла идея а так как хиля у меня всегда стоит под рукой смотрите перекрыть матовым топом и добавить вот текстурку в некоторых темных местах получается такой небольшой изюмин сейчас я вам кстати разницу объясню еще раз между хили и текстур пейнт давайте смотреть на черном хорошо видно я сейчас буду делать хили это крупный помол текстур пейнт это мелкий и смотрим сейчас наверное какой нибудь крышечки покажу смотрите если мы возьмем крупную а крупную здесь как песочек такой прям крупный насыпали туда и этой текстурой ею не рисует практически это только какие-то вот такие абстрактные пятна видно такая текстурка с песочком вот а если мы возьмем хили она чем-то будет даже где-то им пасту напоминать но она все равно текстурная видите и вот текстурная можно даже рисовать даже получится какой-то nail crust ну неплохо в принципе можно я делала курс обучающий для эми арта девочки в эми арте я делала отдельно под хили мы с Аней Гришанковой делали дизайн только с хили вот и отдельно делала например под текстур пейнт они вот разные даже по виду дизайны получаются абстрактные вот сейчас понятно поставьте плюсики кто понял что хили это крупное зерно без остаточной липкости и рисовать этим нельзя это буквально какие-то мазки делаются текстур пейнт текстур пейнт это мелкое зерно тоже без липкости но ею даже где-то частично что-то можно рисовать так все молодцы все все поняли хорошо так все перекрываем матовым топом потому что мне нравится как хили лежит и выглядит именно на матовом топе хотя на глянцевом тоже неплохо это вот девочки сейчас делают дайджест осень двадцать четыре двадцать пять и они вот у хили черный я видела использовали на глянцевый топ красивый дизайн получился такой минималистичный просто такое знаете черное пятно но очень классно получилось выглядит так сушим и теперь берем хили хили тонкой кисточкой наносить сложновато лучше брать что-то лопатообразное ну потому что это прям за эти вот такой вот песочек такой вот какой-то песочек я обычно какие-то вот акценты конечно все в записи будет кто пропустил дождитесь окончания я сразу же выложу и пересмотрите уже с самого самая первая минута эфир так ну я очень люблю вот так взять подчеркнуть край здесь положить жирненько вот эти вот такой положила потом излишки убрала с кисточки ну конечно не об голую руку все здесь вот можно чуть-чуть вот так вот потушевать вот оно какое-то приколюшное получается мне так нравится здесь на например на сам на саму линию тоже прикольно мне кажется можно добавить единственное блин на тонкую кисточку смотрите он не набирается это прям надо вот так зачерпнуть сейчас ну кстати классно сохнет не бойтесь толщины он прикольно просыхает и вот он как штукатурка какая-то смотрите не все просто вот чуть-чуть все сушим чтобы исчезла остаточная липкость и на этом все вот поэтому хили это такой материал он должен всегда быть под рукой когда вы делаете именно абстракции вот где-то пятнышко белое черненькое положить но оно очень прикольно получается не знаю мне очень нравится так все с этой абстракцией все теперь давайте повторим только сам рисунок да а цвета возьмем те которые нам нравятся сейчас я вам покажу технику немножко другую уже она делается без фона итогового здесь я выбрала вот этот вариант можно чтоб не повторяться следующим вариантом давайте другой режем о вот так прикольно мне вот так нравится сделали здесь ногти ничем не перекрываем вы здесь берете голый ноготь если шлифовка была сделана за шлифован ноготь запилен можно поверхность сделать гладкой например текласом перекрыть либо топом без липкости так сейчас я типс возьму типс возьму все ну у нас типс он сам по себе гладкий мне для этого топ на него сейчас наносить не надо а вы например нанесете теклас либо топ без липкости какой-то да мы сейчас делаем цветное покрытие не сразу цветное покрытие делается после того как мы зададим вот эти все линии ну здесь видно что есть одна белая линия вот это белая линия здесь вот черные линия сейчас мы их все наметим как раз почему удобно брать импасты потом когда опять black tar берем начинаем заполнять все это гель лаком и так прикольно начинает подтекать и останавливается там где граница импасты потому что импаста она у нас густенькая все и ваша задача скопировать всегда говорю не выдумывайте ничего постарайтесь скопировать повторить композицию так будет красивее за вас ее уже сделали эту композицию я здесь делаю сейчас черным но потом все равно белое пройду делали прям стараемся делали прям стараемся повторить здесь даже смотрите чтобы черный гель лак потом не брать сразу ставлю здесь как есть такой треугольничек образуется я очень люблю этот тип абстракции особенно знаете кто там не часто рисует для вас это наверное более легкий вариант абстракции когда вы задаете изначально форму контур и потом вы лучше эту линию чуть истончите гель лаком когда начнете заполнять чем наоборот пытаться все это обвести тоненько тоненько они чуть чуть так надо угол поменять так все сделали скелет суши сейчас беленьким пройдем где нужно импаста без липкости она густая знаете же лайфхак если чувствуете что какой-то оттенок для вас густой обязательно разбавьте топом без липкости оля так берем белый рафинад он кстати самый густой многим как раз он больше всего нравится по густоте сейчас будут там комментарии писать заблокирую я сейчас успела вот и для многих он бывает густовать хотя я люблю белый за густоту вот но иногда эта густота мешает то есть чувствуете что мешает берете теклос поставьте плюсики кто понял что импасту в случае если очень нужно чувствуете что это какой-то тип рисунка рисуете линии но густая вот прям берем теклос и разбавляем теклосом так все поняли да отлично все теперь берем любую коллекцию любых оттенков очень классно брать в рамках каких-то вот например если эми работаете в рамках какой-то для выпущенной ограниченной группы вот например недавно недавно вышли неоновые цвета это кстати свежие оттенки гель-лака вот имейте ввиду прям сфотографируйте себе вот можно взять абсолютно все оттенки и всех сейчас добавить и они будут все друг другом дружить можно взять коллекцию например сейчас секунду новая коллекция которая весна-лето тоже она перед неоновой вышла тоже яркие оттенки и например взять абсолютно все цвета с этой палитры не мучиться не париться сочетаются эти цвета потому что обычно у эми часто вот все что в рамках какой-то композиции коллекции выходит оно как правило друг с дружкой дружит очень хорошо вот ну я предлагаю взять так как у нас сейчас эта коллекция она основная вертов пассаж и вот мы возьмем все оттенки выложим для себя так ну сколько хочется вот я все возьму но не все так что сюда еще по цвету подойдет хорошо ну давайте вот лавандочку еще сюда вот четырьмя цветами давайте поработаем смотрите вот от балды взяла и она все равно классно дружит вот до этого я делала другой вариант да по компоновке и цвета я другие чуть взяла но из этой же коллекции смотрите вот представьте этот дизайн на всех десяти пальцах вот то что абстракции конечно классно делать когда короткая длина небольшая как вот у меня длинная вверх это замучаетесь все на десять пальцев делать вот ну тяжело клиент не высидит поэтому абстракцию лучше предлагать когда вы видите что клиент с карачуськами что там длина единичечка двоечка все и поехали заполнять здесь видите у нас другой вариант мы с вами не полностью копируем а мы скопировали компоновку линии элементов да стиль абстракции но цветовую гамму мы уже делаем так как нам хочется так поехали очень удобно вы начинаете где-то заходить на линию специально тем самым ее чуть-чуть делая деликатной не такой широкой и поэтому я как раз почему рекомендую девочкам особенно начинающим либо кто редко дизайн делать абстракции именно в такой последовательности делать потому что в этом случае даже жирные линии вы их все исправите когда начнете заполнять рисунок это очень удобно даже вот как я сейчас кофе напилась руки трясутся вот ничего страшного потому что я понимаю что видите я искусственно беру эту линию делаю более деликатной более тонкой да потому что поверьте мне проще заполнять чем рисовать тонкую линию поэтому когда я рисую особо не парюсь какая она у меня там толстая не толстая я просто знаю что я все это потом в конце не снивелирую смотрите да как снивелировалась так здесь прямо предлагают розовенький нежнейший тени которые мы видим здесь на абстракции да здесь видно что цвет заполнен не однородно чисто а он как с каким-то с грязнинкой можно это и не передавать вот ну я передам я повторю максимально рисунок и вот эти все тени шероховатости которые присутствуют сейчас на референсе вот а можно просто заполнили и на этом все остановиться всегда можно остановиться и дизайн в принципе будет закончен я же знаю что у меня есть всегда под рукой шармикончики где-то если я даже накосячу то я именно в этот косяк наклею шармикон если чувствую где-то вот не хватает да вот это вот чувство что-то не хватает это значит сигнал так надо посмотреть что из шармиконов подходит сейчас какой мы еще цвет не использовали еще зелененький не использовали мой самый вкусный цвет сезона напишите у кого получилось купить что-нибудь такого цвета обувь сумку блузку платье что мне такое чувство что одежда в таком цвете она дойдет до нас чуть позже потому что я вот смотрела зару вот у зары есть такие оттенки они прям встречаются в масс-маркете у нас масс-маркете почему-то наш узкий производитель цветную одежду боится как-то большом количестве выпускать так 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 даже давайте вот так что у нас на образце видите здесь в зоне свободного края ничего нет ну хорошо все и тут вот капелюсечка уже осталась прям чуть-чуть вернемся к оранжевому вернее персиковый это цвет года у нас по версии понтон хотя все стилисты кричат что не розовый что именно вот этот вот оттенок лайма как раз трендовый цвет а не персик вот мнение в этот раз на удивление сильно разошлись у экспертов моды и у институтов цвета эти все считают по-разному ну действительно на подиуме наравне с цветом года персика тоже было же много да вот но зеленых было такое количество мне кажется как никогда оттенки зеленого в каком-то гигантском количестве просто присутствовали так все потихонечку заканчиваем так ну я здесь вот решила вот так чуть попроще поступить пусть здесь будет кусочек этого же розового цвета все сделали и очень люблю вот эти червячки это шермиконы новые 248 прям обратите внимание они у нас первые всегда на этаже где мы работаем с технологами заканчиваются это вечно если ищут шермикон сейчас то это вот эти червячки потому что они у нас постоянно видите заканчиваются и чтобы работать с червячками нужно выровнять поверхность и для этого мы с вами возьмем просто теклас как раз видите вот уйдут неровности от заполнения к делению и здесь можно например каких-нибудь червячков добавить можно текст добавить я вот всегда тоже чувствовать от чего-то не хватает ну значит точно берем текст сейчас покажу шарикончик мне под руку попался где-то я им работала сейчас причем шарикон такой а-ля брендовый маникюр смотрите да а-ля шанель так а какой это у нас шарикон блин прикиньте не помню это 235 да наверное это вот этот шанса шарикон он сделан для брендового маникюра а-ля шанель вот 235 ну я очень люблю отсюда брать текст например что текст такой мелкий классный по композиции вот и мы сейчас как раз посочетаем где-то у меня будут вот такие золотые разводы я уже неоднократно показывала можно сделать реально классные покрытия декоративные это я называю знаете дизайн без дизайна это вот достаточно вот таких золотых разводов добавить ой я же не закончила делать дизайн там подождите нам еще рано клеить последний главный такой этап это тень мне очень нравится добавлять берете полупрозрачный черный и местами проходите делаете тень желательно взять прям знаете такой вот полупрозрачный эффект чтобы был можно даже границу особую не делать я вот такими широкими линиями прохожусь они особо в глаза не будут бросаться но все равно дадут такой прикольный вариант тени опять же это я просто видите маниакально пытаюсь доповторять эту компоновку да здесь везде эта тень присутствует видите вот эта чернота но вы можете это не повторять это необязательно вот это необязательно и потом уже можно как раз вот эти все абстрактные штучки наклеить единственное дождемся сейчас чтобы исчезла остаточная липкость вот минимум конечно две минуты но у нас с вами времени нет поэтому будем клеить так вот либо золото либо серебро вот я понимаю что на самом оригинале этого не было но она вот мелочь а вот по-другому более закончено смотрится и текст всегда очень хорошо дополняет любую композицию все и перекрываем финишем видите вот эти тени которые я делаю они сейчас особо то и в глаза не бросаются но абстракция она смотрится более объемно да с этой тенью все на этом сегодняшний мастер-класс подошел к концу обязательно пересмотрите начало катя база бейс гель с какой кислотностью для каких ногтей она более кислотная чем все остальные базы поэтому у него наверное самая сильная адгезия что многие мастера педикюра ее даже для восстановления ногтей при анихолизисе используют что при соединении идет даже к остаточному кератину вот поэтому бейс эмилак она более кислотная если брать по шкале кислотности так напомню что у нас первая сегодня абстракция была вот такая тоже кто пропустил я прямо сейчас выкладываю смотрите начало так я себе уже второй раз покупаю 475 цвет ой как приятно девочки у всех были сомнения когда говорила что нужно этот цвет сделать все говорили блин типа это не ногтевой цвет но бывает же такое понятие этот цвет для одежды лучше подходит это не а это для ногтей так вот 475 и все боялись кто будет таким цветом покрывать тем не менее я просто его обожаю очень приятно сейчас читать что кто-то его уже купил второй раз и в нашем love при паблике можно купить платье такого цвета спасибо за информацию кстати я давно не было в паблике а нет я себе купила бежевое платье там месяц назад вот колесе пишет что у него сейчас на руках тоже 475 и белая лепка классно ладно на этом на этом я с вами прощаюсь прощаюсь до пятницы у нас с вами как всегда два часа в пятницу а там тоже какое-то интересное такое название придумали смм менеджеры я короче угораю когда читаю тему которые мне дают я думаю зато катине скучно сейчас нужно же мозг поломать что сделать в рамках эфира чтобы это быстро было и красиво всем хорошая рабочая неделя всем пока 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 пока